Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, не было никогда и вот опять, как говорил Виктор Степанович Черномырдин. И что же, друзья мои, вспоминается мне, как всегда, советская классика. Фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, как он Пуговкина дал ему по башке, сказал ему «А ты, я гляжу, холоп, никак не угомонишься? Ах ты, бродяга, смертный прыщ, ему там посохом своим побалде стукнул». Да, друзья мои, кто же это у нас, холоп, который никак не угомонится? Наш драгоценный Гинсбург. Этот не председатель, кто он? Директор института Гамалея-Бармалея. Да, вроде затихло все. Мы с вами успокоились, как бы сняли, забрало с своих лиц. Ну, кто носил? Перестали бояться, перестали нас преследовать с этими, как говорится, с этими змеиными укусами, которыми они все время пытаются нас вылечить. Но, друзья мои, нет. Пришла беда, откуда не ждали. Опять проснулись, высунули свои змеиные рыла из этих, изо всех щелей. И опять потянули граждан на, так сказать, хренализацию свою. Да, друзья мои, опять придумали новое. Какой-то некий штамп лишили. А, кстати, Гинсбург-то, блин, что-то он затаился. Да, помнится, он куда-то там в Израиль уезжал. Но, по-моему, он оттуда быстро вернулся. Потому что, кто он такой? Вот, скажите, кто он такой там в Израиле? Старый, больной, глупый еврей, которого трясет. Да? Там хватает своих. И поздоровей, и поумней, и, может быть, и побогаче. Там он никто. А здесь он фигура. Здесь он вот этот монстр, этот фантомат. Это лысый трясущийся старик, который пытается всех заразить вот этим трясуном. Любым образом. И еще и заработать на этом. Да, друзья мои. Но что же. Прочитаю вам новости. Значит, теперь уже не Гинсбург. Ведущий научный сотрудник, значит, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени НФ Гомолея, мы прибавляем, Бармалея, бывший главный инфекционист Москвы, бывший, главный, такие фигуры, друзья мои. Не то, что мы с вами какие-то клопы там бегаем под ногами, нас только давить и давить. А мы, они такие мощные, главный, суперглавный директор Бармалеев из Бармалеев, главный Бармалеев всех времен и народов, профессор Николай, ну, мы его сокращаем. Николашка. Николашка Малышев. Тоже опять странная фамилия, друзья мои. Не родственник ли этой, как его, нашей, этой Малышевой. Как ее там, этого тоже зомби-доктора из этого, из телевизора. Да, друзья мои. Что за семейственность? Что же такое за, за такие династии упырей этих и людоедов? Откуда вы взялись? Значит, рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости кентавром. Вот появилась новая болезнь. Кентавр. И, друзья мои, ждали, не ждали, на когда этот кентавр прискачет. Уже здесь, уже пятеро, пятеро москвичей, как говорится, слегли от этой болезни. Ну, ожидается сентябрь и декабрь текущего года. В принципе, наверное, совпадает с обычной сезонной простудой. Ну, так вот. Мы по-своему, по-житейски понимаем, что всегда так и бывает. Да, вот в сентябре все приезжают, как бы, и вот начинается некий, может быть, простудный процесс. Ну, и в декабре, там, естественно, ноябрь-декабрь тоже всплеск. Не надо быть главным профессором. Каждый из нас, любая мама, любой даже папа или бабуля скажет, да, в этот период, как говорится, мы будем чихать, кашлять и сморкаться. Но, это же серьезные люди, не то что мы, профаны в этих делах. Значит, и что же, Росгард-Драфназор давно рекомендует россиянам пройти вакцинацию. Опять. Опять. Ой, мы прямо ждали. Мы не возражаем ни в коем случае. Но народ совершенно расслабился. Все сроки ревакцинации пропущены. И многие вообще не вакцинированы. Многих не коснулось это волшебное чудо-лекарство. Значит, вот этот профессор, он пришел, говорит, я ходил делать прививку, и никого нету. А сейчас самое время сделать вот эту волшебную, так сказать, волшебную прививку, сказал Малышев. Инфекционист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям надо по-прежнему соблюдать санитарные меры, дистанцию, вот это вот, как говорится. И также обязательно пройти эту ревакцинацию. Обязательно, потому что вот этот штамп кентавр выявили у пяти россиян. Но, с сожалению, он говорит, что это вещь более заразная, чем прошлая, но менее. То есть, проходит в основном легко. И никому не требуется госпитализация. Это он сказал с неким унынием, понимая, что, как бы, ну, таким образом не очень запугаешь людей. Ну, в общем, друзья мои, видите, нам надо прямо у нас, как бы, ботинки загорелись. Прямо бежим, пока очередей нету. Аж пыль летит из-под копыт. От топота копыт пыль по полю летит. И граждане, которые до этого сумели как-то каким-то образом избежать этих волшебных чудо-средств института Бармалея, они прямо побежали. Побежали прямо волосы назад. Ветер разносит. Мы прямо бежим к Бармалею и несем там денежки или здоровье свое на его алтарь, его жадности, алчности и беспринципности. Да, друзья мои, ну что же, весело-весело встретим Новый год. Вот опять нас пугают. Опять пугают каким-то кентавром. Ну, хочется плюнуть на лысину этому Бармалею, плюнуть и растереть. Сказать, сидел бы ты в Израиле. Там хоть ты, это, меньше вреда приносишь. А здесь что-то нет. Плохая фигура. Снять его. И вот этот вот Колька Малышев, тоже, блин, жук еще тот. Пусть он там по телевизору лучше. Со своей этой родственницей нам тут рассказывает, где и что там состоит. Ладно, все, пока, счастливо.